Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря европейская статистика, данные по ВВП, темп экономического роста, причем ждем и квартальную и годовую оценку. Не думаю, что этот релиз внесет какую-то лепту в динамику евро, потому что вроде бы как уже все понятно. Сейчас европейская экономика явно испытывает определенные трудности и последние индикаторы по активности производственного сектора, сферу слух, значение, указавшее на то, что отрасли сейчас переживают худшие времена за несколько лет, доказывают то, что, скорее всего, фундаментальный фон будет немного омрачать настроение трейлеров. Но действия европейского центрального банка по-прежнему предопределены. Мы знаем то, что инфляция существенно выбивается с горизонта, опять же, ожидания целевого ориентира, и европейский центральный банк, судя по комментариям представителей регулятора, все еще настроен на повышение ставки, причем, возможно, даже не один раз. Но я евро в текущих условиях в портфель не рекомендую добавлять, потому что никак не удается точно разобраться с тем, что будет с долларом дальше. Индекс доллара – это инструмент, за которым мы традиционно следим. Пара евро-доллар и индекс доллара демонстрируют очень высокую корреляцию, практически стремящуюся к 100%. Поэтому не нужно держать два инструмента, которые показываются нахожую динамику. Также сегодня в 12.30 по GMT традиционно для четверга релиз по первичным заявкам на пособие по безработице. В 14.00 нас ждет выступление голосующего члена американского регулятора Патрика Харкера. Вот его интересно будет послушать, потому что он считается одним из лидеров мнений среди голосующих представителей Федрезерва. И сейчас нужно получать как можно больше информации о том, к чему все-таки больше склоняются представители американского регулятора о вопросе дальнейшего повышения ключевой процентной ставки. Но, признаться, друзья, мне каких-либо дополнительных доказательств и подтверждения того, что ФРС не станет ужесточать монетарную политику, совершенно не нужно. Но, судя по всему, кому-то на рынке такие доказательства все же нужны. И под конец торговой сессии нас ожидает еще выступление других представителей Федрезерва, Гулсби, Бомана, Бостика. Для общей картины мы послушаем их мнение. И чуть было не забыл. Сегодня нас ожидает отчет по запасам нефти США. Из-за того, что в понедельник в США был выходной день, то, соответственно, публикация этих релизов сместилась на сутки вперед. Вчера мы анализировали данные от Американского института нефти, который обычно разбираем во вторник. И сегодня, соответственно, уже официальные цифры. Внимательно следим за рынком нефти, потому что, судя по всему, запасы продолжат активно снижаться. Давайте начнем с нефтянки. Как раз в текущей котировке 90.32 нефть явно просится уже на новые локальные максимумы. В качестве следующего целевого ориентира можно смотреть на значение 95 и выше. Ранее озвучил уже основные причины роста всей нефтянки. Это ожидание еще большего снижения глобального предложения за счет того, что и Россия, и Саудовская Аравия анонсировали меры по дополнительному снижению производства, добровольного характера, который усиливает те решения, которые были приняты ранее. И в конце прошлого года, и, собственно, несколько месяцев назад, когда была также обновленная редакция версии соглашения и аналитического пакта. Снижение добычи – это прям настоящий тренд. Я думаю, что ОПЕК, Куларна все-таки крайне заинтересованы в куда более дорогой нефти и будут для этого, безусловно, делать все. Запасы нефти США от Американского института нефти на прошлой неделе снизились на 5,5 миллионов баррелей. Важный момент заключается в том, что рост цен на нефть – это крайне негативный аспект для американской экономики, наверное, как и для любой экономики, из-за того, что растут цены на топливо, и это начинает раздражать людей и население. Сейчас на носу выборы в США, поэтому плохие настроения среди потребителей – это, по сути, низкая вероятность и низкие рейтинги демократов. Нужно вмешиваться в текущую ситуацию, поэтому я практически уверен, что единственный инструмент, который сейчас может быть активно использован американскими властями – это продажа стратегических резервов. И если эти продажи будут идти активными темпами, то, соответственно, запасы будут значительно снижаться. Значительно, я имею в виду на 7, на 10, на 15 миллионов баррелей за одну неделю. И на этом фоне, как бы эта страна ни звучала, нефть будет находить еще большую поддержку на глобальном рынке. Ну, может быть, на внутреннем рынке американским властям все-таки удастся решить вопрос с предельными ценами на топливо. Но нас интересует глобальная ценовая динамика и, в частности, бренд. При снижении запасов мы всегда знаем, что котировки находят достаточную поддержку для дальнейшего роста. Нету каких-либо других факторов, из-за которых можно было бы сейчас сомневаться в дальнейшем росте бренда и WTI. Поэтому в данном случае, на мой взгляд, путь наименьшего сопротивления – это уже тестирование следующего уровня. Ничего пока не психологического, не 100 долларов за баррель, но 95 есть высокий шанс добраться до туда. Индекс доллара 104,77. Американская валюта растет практически каждую торговую сессию. Явно уже доллар нуждается в том, чтобы ему указали на более оправданное с точки зрения фундаментального фона место. Его нужно спускать на землю, потому что покупатели точно заигрались. Сейчас индекс доллара растет, отмечу, что обсуждают на рынке. На идею того, что Федрезерв продолжит ужесточение национальной монетарной политики и даже идею того, что ФРС не будет дальше повышать процентную ставку, тоже сейчас используют в качестве основания для того, чтобы объяснить восходящую динамику индекса доллара. И здесь логика такая, что если ФРС не будет повышать процентную ставку, значит американская экономика сможет показать мягкую посадку без какой-либо рецессии. И в целом американская экономика будет чувствовать себя неплохо. И аргумент того, что мягкая посадка более вероятная, чем рецессия, еще и последние прогнозы от Колман Сакс о том, что вероятность рецессии в перспективе года для американской экономики снизилась с 20% до 15%. Здесь я прям очень хочу возразить, и суть моего возражения заключается в том, что если при таком подходе не верить в рецессию американской экономики и в том, что ее ожидает какой-то период экономической турбулентности и неопределенности, зачем покупать защитный доллар, который призван страховаться от любых геополитических рисков? Нужно вкладывать в себя средства сейчас в рисковые инструменты, потому что именно за риском будут основные профиты. Ну, оставим этот момент, вернемся все-таки к фундаментальной составляющей, которую нужно использовать. Это сомнение в том, что ФРС будет повышать ставку, и это знак равно. Должно быть причиной развития нисходящей динамики. По поводу макроэкономических отчетов, их было очень много, нонфармы, помним, что худший показатель с февраля 2022 года, производственные заказы тоже, кстати, худший показатель за последний год, снижение на 2,1%. Единственный хороший отчет вышел вчера, единственный за несколько недель. Это АСМ активности в сфере услуг, рост с 52,7 до 54,5. Но существенно сильно на вероятности повышения процентной ставки он не сказался. Что в сентябре, что до конца года вероятность ставки находится гораздо ниже 50%, поэтому лучше уж сомневаться в том, что ФРС пойдет дальше с ужесточением политики. Доллар явно перекуплен, никакой коррекции даже с точки зрения технических паттернов за последнее время не было и уже давно, собственно, этот обратный ход назрел. Надеюсь, что он произойдет в ближайшее время, тем более, что на носу у нас данные по инфляции на следующей неделе, которые точно подтвердят снижение инфляции и, скорее всего, могут стать причиной и станут распродаж по американскому доллару, который мы, собственно, ожидаем давно. Золото – 1920 долларов за тройскую унцию. Пока что в тенах тех из вас, кто находится в коротких позициях, хочу подкрепить вашу уверенность в том, что индекс сантимента, рыночных настроений указывает на то, что в большинстве в покупках доходности американских облигаций растут, и доллар, собственно, чувствует себя довольно уверенно сейчас. Поэтому путь наименьшего сопротивления сейчас по золоту вниз, но я каких-то дополнительных позиций открывать не буду, потому что, как ранее отмечал, разворот по доллару может произойти в любой момент, и настроения также могут измениться. Я уже буду искать точки на вход в длинные позиции. И еще пара доллар – японская иена 147.54 текущей котировки. Очень много в последнее время, а точнее за последнюю торговую сессию заявлений о том, что давление на иену, которую мы видим сейчас, носит спекулятивный характер, и никак это не связано с фундаментальным фоном. С этим трудно не согласиться, потому что действительно так. Постоянно мы видим сильную статистику, которая игнорируется. Иену и доллар покупают при любом раскладе и при любых обстоятельствах. Но то, что власти признали, что давление на иену и ослабление курса японской иены носит спекулятивный характер, это означает то, что они фактически признали готовность вмешаться в текущую ситуацию, снизить волатильность и ослабить пресек на курсы национальной валюты. Поэтому я считаю, что такого рода заявления мы можем сейчас анализировать как вербальные интервенции. Но эти интервенции могут легко стать фактическими действиями, реальными интервенциями на валютном рынке. Мы очень, скажем, планомерно и быстро приближаемся к уровню 148.50. Это ближайший ценовой рубеж, на который я рекомендую смотреть для открытия коротких позиций. Потому что где-то там в диапазоне 148.50-150 иен за доллар Банк Японии точно вмешается и проведет валютную интервенцию. Нужно быть к этому готовыми. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.